Тарифы на вывоз мусора могут вырасти на западе страны. Коммунальщики говорят, действующие расценки уже не покрывают всех расходов на утилизацию мусора. Жители же высказываются против такого предложения, рассказывает Аслан Абуталипов. Это кадры с улицы Ахсаев в прошлом году. Переполненные контейнеры, везде отходы и мусор. Сейчас, когда за утилизацию и уборку взялась другая компания, ситуация в городе изменилась. С прежней коммунальной компанией Акимат расторг договор по требованию жителей. Их не устраивало качество услуг. Та компания плохо работала, мусор не вывозился. Договор был до 2024 года, но из-за несвоевременной работы мы расторгли с ними договор. В первое время в городе было не убрано, чтобы всё привести в порядок, наняли технику. Сейчас у нас шесть мусоровозов. Четыре из них ездят на линии, два в резерве. 10-12 человек постоянно работают по городу. В среднем в день вывозим 100-120 кубов мусора. По городу установлены почти 50 дорогостоящих мусорных контейнеров. Каждый из них вмещает до 100 тонн бытовых отходов. Но у коммунальщиков нет спецтехники, чтобы их обслуживать. Нужна специальная техника, две единицы, погрузчик. Нужна грузовая машина, дополнительные рабочие. Обслуживающие компании трудно с этими контейнерами работать. Поэтому их временно закрыли. Новая коммунальная компания взяла полигон твёрдых бытовых отходов доверительное управление. Там нужна сортировка мусора, защита от возгораний. Это всё расходы, которые действующий тариф 200 тенгена человека, увы, не покрывает. Этот тариф был установлен 3-4 года назад. Сейчас он не соответствует нашим расходам. Но мы работаем. Ещё многие жители не хотят оплачивать за мусор. Указывают некорректное число проживающих в своих квартирах. Повышение тарифа пока только предложение коммунальщиков. Но жители уже против увеличения. Аслан Абуталибов, Ерки Булан Смагяров, Булат Жарлгасов, Ельдар Юпов, Западноказахстанская область, Хабар-24.